Женевский часовой Оскар. Поговорим о лучших часах этого года и трендах, которые показал конкурс. Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев. Есть такой конкурс Гран-при Орложериды Жениф. Это своеобразный часовой Оскар. Конкурс лучших в мире часов. Если вы давно на канале, наверняка про него знаете, у нас было несколько выпусков. От большинства народа он безнадежно далек, но интересен. Это не конкурс про те часы, которые можно купить в ближайшем к нам магазине. Это про искусство, про топ и стопа. И сегодня мы поговорим об этом конкурсе. Я расскажу о моделях, что вошли в шот-лист. Но поскольку просто рассказывать о моделях не в моем стиле, я не только пройдусь по номинациям, но и расскажу про 7 трендов, которые показал конкурс. А заодно предлагаю устроить розыгрыш. Они гуляют, а мы чем хуже. В каждой номинации я назову своего фаворита, бренд, на который делаю ставку. Пишите ваши варианты и вы. Номинации 14. Кто угадает всех, получит традиционный приз от канала. Кружку с логотипом канала и крикатурой 5 минут 5 минут. Ответы принимаем до начала официальной церемонии награждения. Она пройдет четверг, 4 ноября. Пишите в комментариях номинацию и вашего фаворита. Как обычно, нужно иметь открытую подписку на канал, доставка по территории России. Чтобы облегчить вашу работу, в описании я составлю список номинаций и брендов. Вам нужно просто скопировать текст и удалить лишних участников каждой номинации, оставив только вашего фаворита. И опять про праздник. В этом году он пришел к нам, в Россию. Почему появился этот ролик? Дело в том, что его появление пересекается с первым из моих семи трендов. В мире осталось не так уж много рынков, на которых популярны часы. Россия один из них. У нас часы не только покупают, но и даже делают. И не только в больших количествах, а есть и эксклюзивные производители. Например, три года назад победу в одной из номинаций Гран-при Орла Живи до Жениф завоевал наш с вами соотечественник Константин Чайкин. У нас тогда выходило большое интервью с Константином. Посмотрите, если не видели. А в этом году конкурс приехал к нам. С 14 по 17 октября в Санкт-Петербурге в музее Фаберже была выставлена экспозиция из всех 84 номинанта Женевского Гран-при. Ну, 83, но да ладно. Такая возможность, возможность одновременно увидеть все лучшие часы в мире была в России представлена буквально впервые. Мы были на этой выставке, были на этой экспозиции и покажем вам здесь кое-что из того, что увидели там. Тренд номер два. Часы это не про точность. Два года назад у нас выходил ролик, где мы разбирали модели, представленные в номинации хронометрии. Досконально разбирались с их устройством и техническими особенностями. В этом году такой категории просто нет. Что вместо нее, смотрите в этом ролике. Тренд номер три. Новички появляются, хотя, конечно, старых постоянных участников очень много. Сегодня мы сравним то, как выглядели пресс-елекшены 2020 года и 2021. Ну что, пора переходить к номинациям. Напомню, их 14. Запасайтесь чаем, кофе, коньяком и обязательно возьмите ручку. Вдруг вы угадаете? Пропустим там вперед. Это недолго. Начнем с номинации «Женские часы». Давайте сравним, как выглядели пресс-елекшены 2020 и 2021 года. Баве и Пьеже остались на своих местах. Ну, немножко поменяли цвета. Армин Стром в прошлом году почти такая же модель была представлена в категории хронометрии. Где вообще говорят ей и место? Потому что с точки зрения механики, часы интересные. Но ту номинацию отменили, и бывшие участники расползлись по другим. Для Армин Строма это первые женские часы в коллекции марки. Шанель. Хорошо известная модель J12. Золото, керамика, бриллианты и фигурка Coco Chanel на заводной головке. Промежание Пьеже. Уже достаточно хорошо известный. Браслет Пьеже сделан из золота. Это, конечно, шедевр ювелирного искусства, но мы видим такое не в первый раз. Я остановлюсь, пожалуй, на Баве. Все, кто первый раз видит эти часы, задаются вопросом, из чего сделан циферблат. Компания говорит, из сахара. Сначала готовятся чистые кристаллы с сахаром, чтобы их структура не менялась под воздействием света и тепла. Затем кристаллы выбираются по размеру, смешиваются со специальным красителем и вручную наносятся на заготовку циферблата. Форма стрелок здесь тоже необычная. Раз в час они сходятся, чтобы образовать сердечко. Когда в Санкт-Петербурге я спрашивал дам, какая из шести моделей в этой номинации нравится им больше всего, как правило, получал ответы. Пьеже или Ван Клифф. Лично я отдал бы награду Баве за оригинальность, но Баве получал награду в этой категории в прошлом году. Так что, с точки зрения тотализатора, ставить нужно, скорее всего, на Ван Клифф. Вторая женская категория – женские часы с усложнениями. Пьеже и Ван Клифф остались на своих местах, а открывает номинацию опять нечто вытянутое. Только уже не Бугари, а Баве. Кстати, живьем часы Баве очень красивы. Из усложнений в них лунник. Одно нажатие на заводную головку переводит фазу Луны на один день вперед. Для дам очень удобно. Шапан – это прежде всего механизм. Автомат с парящим турбионом, два барабана, расположенные друг подружкой и высокоточная регулировка. Имеют сертификат и хронометр и меженевская печать. Луи Виттон Тамбур Спинтайм. В этих часах стрелка одна, минутная. Часы же отображаются фигурками. Каждый час, почти мгновенно, две фигурки переворачиваются. Мандре Каев. Это пример того, что новички в конкурсе появляются. Кстати, этой модели тоже бы в хронометрии. Она того заслуживает. Здесь использован баланс с регулировкой инерции и термокомпенсации. Спираль с внутренней кривой Гроссмана и внешней кривой Филлипса. Часы антимагнитные. Зачем это дамам? Не знаю. Возможно, чтобы не намагнитить, а застежку сумочки Луи Виттон. Пиже. Парящий турбион толщиной всего 7,35 мм. А на часах Ван Клифф – фея. Ретроградный указатель минут в виде ее руки. И прыгающий час. Эмаль, перламутр, бриллианты. В 2020 году приздали бренду Чарльз Жерарде. Это были сложные, но не слишком броские часы. В этот раз, мне кажется, дадут или Ван Клифф, или Луи Виттон. Я ставлю на Луи Виттон. Начинается часть поинтереснее. Категория «Мужские часы». Наверное, это единственная номинация, где состав участников полностью новый. Модель от Grand Seik уже была в нашем обзоре. Мы делали подробнейший рассказ и про новый механизм, который вполне заслуживает того, чтобы отнести в категорию хронометрии, которой, к сожалению, нет. Там совершенно новый спуск, новый баланс, там вообще добрый десяток, наверное, инноваций. И про уникальный циферблат, который повторяет березовую рощу. Генри Мозер года 4 назад решил потролить Apple Watch, выпустив модель с названием Alpoch и очень похожим дизайном. К сожалению, для многих линейку продолжать не планируют. А напоследок выпустили вот такую версию. С черным циферблатом и секундным диском, который имитирует значок загрузки в операционной системе. Ощущение такое, что эта загрузка никогда не кончится. Эрме. Это символизм в дизайне. Здесь оригинальный шрифт цифр перекликается с формой корпуса, особенно цифра 0 и 8. 0 означает пустоту, а горизонтальная восьмерка бесконечность. Композитный корпус-подушка с графеновым наполнением и керамическим рантом. Циферблат с покрытием из черного золота. Ремешки, каучук или ткань. Вы заметили? Кожу я не упомянул. Луи Ирар. Два года назад компания заявила об изменении стратегии, подхватила ленинское лучше-меньше да лучше. И не так давно вышло три лимитки с Аланом Зильберштайном. Продались моментально. Max Busser & Friend. Повторение калибра от 2014 года. Пиже. Спортивный скелетон с микроротором. Вещь красивая. В 2020 в этой категории победил Вутилайн. Это были абсолютно спокойные внешне, но очень интересные часы внутри. Если следовать такой логике, то сейчас шансы были бы у Сейка и у Эрме. Но мне кажется, что реальных фаворитов два. Мозер и Луи Ирар. Каждому из этих брендов дадут обязательно какой-то приз. Например, Мозер вполне может претендовать на гран-при. Так что я ставлю на Луи Ирара. А мы переходим к следующей номинации. Мужские часы с усложнениями. Ну, в этом году усложнения явно попрятались. В прошлом было ярче. В прошлом году в этой номинации выиграл Грубель Фарси. Кстати, в этом году вообще ни одной модели от этой компании нет. Адемар представил парящий турбион и хронограф в новом корпусе диаметром 43 мм. Корпус из категории стелс. Мне понравилось. Я не очень понял Брайтлинга. Уход марки от тем авиации и дайверов в абсолютно гражданскую тему. И самое простое усложнение в этой шестерке. А еще я обратил внимание на описание. В шотлисте присутствует несколько моделей Брайтлинга. Причем для всех из них компания сделала практически идентичное описание. Что-то здесь не так. И я бы отметил тренд номер 4. Среди производителей сложных часов мы все чаще видим тех, кого не ждали. Здесь это Шанель и Булгари. У Шанель ветроградные минуты и прыгающий час в стиле гоночных автомобилей. Красиво однозначно. У Булгари World Timer. И все это домашнее. Шапа. Первые для марки часы с прыгающим часом и запасом хода 8 дней. У Макса Бюссера запас хода на день меньше. Здесь по сути двое часов, объединенные одним балансом и одним корпусом. Абсолютная симметрия. Победят скорее всего Адемар или Шапа. Я ставлю на Шапа. Адемару дадут за что-нибудь другое. Номинация Iconic Watch. В этой номинации представлены прежде всего реиздания действительно знаковых моделей прошлого. И в этом году шестерка выглядит намного лучше прошлого года. Я думаю, что если не награды, то коммерческий успех будет абсолютно у всех шести моделей. Адемар – это переиздание первого Royal Oak. В одном из роликов я рассказывал про то, как и почему в начале 70-х сразу у нескольких компаний появились часы-гайки. Про концепцию Royal Oak. Ловите подтверждение. Толщина 8 мм. Механизм бессекундной стрелки. Крансейка. Корпус и циферблат соответствуют модели 1960 года. Начинка, разумеется, новая. IWC. Точная интерпретация оригинального дизайна Big Pilot Watch без каких-либо дополнительных элементов. Механизм новый. 82-100. Производство IWC. Тюдор. Новая версия Black Bay 58. Корпус из сплава на основе серебра. Детальный состав держит в секрете. Так что тренд номер пять – новые материалы. Вспомните графен от Erme. И поговорим про начинку Тюдор. Здесь стоит мануфактурный калибр MT5400. Это хронометр КОСК с кремниевой спиралью и 70-часовым запасом хода. Пятилетняя гарантия дается без регистрации и обязательного технического обслуживания. Баланс регулируемой инерции. Поперечный мост с двухточечной фиксацией. Сертификат КОСК плюс свой стандарт. Если КОСК допускает среднее отклонение ежедневного хода часов от минус четырех до плюс шести секунд, то Тюдор от минус двух до четырех секунд. Причем тогда, когда часы уже полностью собраны. Ваширон. Переиздание так называемой американской модели, которой исполнилось ровно сто лет. Зенит. Тоже переиздание. Модели 1969 года. Мне кажется, в этой номинации что-то должно прилететь Адемару и Зениту. Адемару, ну, потому что. А у Зенита в преселекте есть еще одна модель, но, как мне кажется, та проигрывает вот этой. И хотелось бы поговорить про тренд номер шесть. Отношение групп к конкурсу. Мне кажется, это не про деньги, не про искусство. Это банально про политику. Давайте посмотрим на состав участников. Rolex никогда не выставляет собственную марку Rolex, но регулярно выставляет Тюдор. Свощгрупп нет который год. LVMH то заваливает конкурс своими участниками, то почти отсутствует. Только Richmond устойчиво поддерживает. Мне кажется, что это чисто политика. Заявка на участие в конкурсе стоит всего порядка 500 франков. Это невелики деньги. И многие компании, в том числе молодые, используют конкурс как такой лотерейный билет на рекламу. Если ты попадешь хотя бы в преселект, это уже повод для того, чтобы про тебя узнал огромное количество людей. Но некоторые группы хотят или быть первыми, или мы не участвуем вообще. Наверное, именно этим и объясняется отсутствие многих брендов. И можно услышать два мнения на тему массированного участия каких-то компаний в конкурсе. Что это? Дешевая реклама, попытка дешево купить пиар или помощь проекту. С одной стороны, да, за небольшие деньги некоторые компании здесь появляются во множестве позиций и таким образом получают дополнительную рекламную площадку. С другой стороны, не будь здесь действительно достойных участников, вряд ли этот конкурс был бы тем конкурсом, на который мы сегодня смотрим. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Реклама ли это? Или помощь проекту? До прошлого года шестой по порядку была номинация под названием «Хронометрия». Два года назад мы делали подробнейший ролик про модели, которые были заявлены в эту номинацию. Мы не просто рассказывали про модели, а я очень детально рассказывал про технические решения, которые заложены в них. Мы анализировали, какие из них реально работают на повышение точности, а какие скорее на зрелищность. Кстати, в прошлом году в этой номинации победила модель от Фердинанда Бертут. Самая спокойная среди на всей шестерке. В этом году категории «Хронометрия» нет. Вместо нее появилась категория «Турбион». Ну, на мой взгляд, все хороши по-своему. Часы стали более яркими. Артия – прозрачный парящий турбион размером 16 мм. Визуализация – чума. Адемарпеге Код 1159. Я бы сказал, шедевр симметрии. Дебютюр. Двухсторонние часы. С одной стороны классика, с другой ультра-авангард. С одной стороны турбион, с другой центральная секундная стрелка. И при этом часы очень тонкие. Всего 43 мм и 9,5 в толщину. Как и в прошлой модели, здесь тоже ставка сделана на симметрию. Дельтовидный мост идеально симметричен, расположен в центре. Симметрия – наше все. То же самое можно сказать про «Жерар Перего» со знаменитыми тремя мостами. IWC. Модель в корпусе «Серотаниум». Я рассказывал про эту технологию в 2019-м. Внутри калибра 94-800. Один из самых сложных механизмов от IWC. Это механизм постоянной силы в сочетании с турбионом. И декор под тему автогонок. А Луи Мане представил модель «Спейс Революшн». Ну, эти всегда удивляют. Если помните Дерек Турбион с нефтяной вышкой, поставьте лайк. Здесь два турбиона. Вращаются в разных направлениях и с разной скоростью. Они пересекаются 18 раз в час. В дальнем конце каждого турбиона находится космический корабль. Каждый весом всего полграмма. Поскольку номинация теперь называется не хронометрия, а турбиона, как ее оценивать, не знаю. Если по зрелищности, то, конечно, первыми идут Луи Мане и Артия. Техника – Дебетюн и Луи Мане. Симметрия – Жерар Перего и Адемар. На кого делать ставку в тотализаторе, кому достанется приз, мне кажется, что на Артия. Календари и астрономия – еще один претендент на сложность. А здесь все наоборот. В прошлом году было более броско. Тогда победил сверхтонкий вэширон. В этом году номинацию открывает модель Арнольд Энсан с луной из мрамора и авантюрина. И здесь не могу не включить Константина Чайкина. Люблю творчество этой мануфактуры замечательной. Меня очень порадовало, что размер Луны как-то очень совпал с размером Луны на луноходе. И поскольку ребята заявляли, что у них самая большая Луна, это оказалось лично для меня спорным, поскольку точно такого же размера. Ровно 10 лет назад мы были сделаны часы не луноход, а луноход Прайм. Брайтлинг – самый простой из номинантов, но очень приятный. Булгари – очередной рекорд толщины. Вечник – толщиной 5,85 мм. А механизм имеет высоту всего 2,75 мм. Там поместилось 408 компонентов, включая микророта. Ретроградные индикации даты, дня, недели, месяца и ретроградные индикации високосных лет. Кристиан Вандер Клавов – самый маленький механический гелиоцентрический планетарий в мире. Он отображает в реальном времени солнечные орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. А еще показывает время. Хотите побыть Богом? Управлять Вселенной проще простого. Выставьте дату, а планеты сами займут свои места. Вот бы так было в жизни. IWC – вечник в пустынном исполнении. И участник из России. Я спросил Константина, почему он выставил именно эту модель – «Минотавр». Конкурс составляется в модели последнего года. Если посмотреть среди новинок, которые у меня были, например, «Марс», «Конкуэрер» и «Марк 3» были выставлены в прошлом году. В этом году из таких интересных с технической точки зрения, то, что, на мой взгляд, могло бы пройти для Женевского гран-при, естественно, был «Минотавр». И в этой номинации я не буду давать свой прогноз. Полностью присоединяюсь к Константину. Наверное, это две модели. То есть, это все-таки «Булгари» с вечным календарем и «Арнольд Тенсан». Номинация «Механикал Эксепшн». Мне кажется, в этом году шестерка явно не дотянула. В прошлом году победил «Баве», хотя все помнят «Бугатти» от Джейкоба. В этом участвует аж двое настольных часов, хотя раньше такого не было. Всеобщий фаворит — хронометр с центральным импульсом от Лидерера. Две колесные системы соединяются на балансе. У каждой особый спуск с накопителем энергии на 10 секунд и прямым спуском собственной конструкции. Лидерер назвал все это «централ импульс хронометр». Две секундные стрелки постоянно синхронизированы и находятся в одном и том же положении на всем протяжении запаса хода. То, что точно здесь не шутка, подтверждает сразу два сертификата — КОСК и сертификат обсерватории Бизансона. Кристоф Кларе — парящий минутный турбион и минутный репетир весьминстерского боя. Жакемары изображают Наполеона и его солдат. Наверняка вы помните наши ролики про часы от Джейка Бэнтко. Только не ругайте девушек оттуда, на самом деле они хорошие. Очередное творение в линейке опера сочетает трехкостный турбион и музыкальную шкатулку с двумя цилиндрами. Они играют не обычный бой, а мелодию из «Крестного отца». На циферблате — логотип фильма и «Дон Корлеоне». Вещь получилась знаковая, со смыслом. Замыкаем рассказ про номинацию моделью Пиже. Сверхтонким автоматом — 4,1 мм. В этой номинации я не буду оригинален и поставлю на Ле Дерреро. Хронографы. В прошлом году визуальное разнообразие было больше, но в этом состав участников мне кажется более правильным. Анджелус. Я не знаю, кто делал эту машинку, но выглядит очень симпатично. И это один из самых сложных хронографов в мире. Здесь есть функция флайбэка и сплит-секонд. А еще индикатор запаса хода и турбион. Брайтлинг. На картинке я не оценил этот фисташковый цвет, а живьем ну очень красиво. Монопушер от Луи Эрар. Одна из моделей из Эльберштайна, за которыми очередь. IWC. Посвящение керамической модели из 1994. Будет продаваться только на официальном сайте бренда. Tudor Black Bay Chrono. Мануфактурный калибр MT5813. Коск. С кремниевой спиралью, 70-часовым запасом хода, колонным колесом и вертикальным зацеплением. Zenit. Очередная версия Эль Примера. В этой номинации я бы отдал награду Tudor. По совокупности. Но думаю, что достанется или Zenit, или Брайтлингу. На всякий случай назову Брайтлинг. Номинации «Дайверские часы». Давайте опять сравним с номинантами 2020 года. DOXO, ULIS, Reservoir стоят на своих местах. Фишка DOXO – карбоновый корпус. Луи Виттон. В названии перечислено все. Street Diver, Skyline, Blue. Уличный дайвер. Но в компании говорят об этом совершенно всерьез. Благодаря быстросъемному ремешку и дизайну часы можно использовать и как повседневные, и как спортивные. Если же взглянуть на часы именно как на часы, а не как на продукт от компании-производителя сумок, увидим корпус молоко к своей особой форме и дайверскую шкалу, которая занесена под стекло. А также сразу две буковки В. Одна на метке 12, вторая на минутной стрелке. Про калибр 400 Tourism мы подробнейше рассказывали зимой. Тогда до последнего винтика разбирали и анализировали этот механизм. А после устраивали часам семидневный тест. Как это не удивительно, но все чудесные заявленные параметры, про которые говорит компания, полностью подтвердились. Это фантастика. Про резервуар рассказывать особо нечего, а про DiverX от Ulysse у нас тоже уже был ролик. Мне эти часы понравились. Как положено оценивать эту категорию, не знаю. Если по начинке, то будут спорить Oris с калибром 400 и Ulysse. Про оба были ролики. Если вырвиглазую внешность, то в DOX Reservoir Ulysse. Лично мне понравились часы от Louis Vuitton. Но в тотализаторе ставку сделаю на Ulysse. Следующие два блока чисто для эстетов. Порадовать глаз. Ювелирные часы. Состав похож. Булгари, Шапа, Пьеже, Ванклифф. В прошлом году золотую руку получил Ванклифф. Думаю, что многим будут интересны цены на эти часы. Булгари. Самые роскошные и самые броские. 955 тысяч франков. Шанель. Маленькое милое колечко со стрелками. 300 тысяч. Шапа. Все здорово, но сфотографировать оказалось тяжело. 489 тысяч. Эрме. Браслет с замочком в виде часов. Форма часов повторяет форму сумочки. Чуть дороже предыдущих. 496 700. Пьеже. Самая большая гордость создателей. Два бриллианта редчайшего желтого цвета. 2 миллиона 850 тысяч франков. Самые дорогие часы в конкурсе. И совсем скромный Ванклифф. Всего 245 тысяч. Мне сложно оценивать эти часы. Я поставлю на колечко от Шанель. Номинация Artistic Craft. Сравним картинку. Вот Андерсон. Вот Эрме. Год назад приз взял Ванклифф. Андерсон. Юблейная модель в честь 40-летия компании. Главное здесь. Великолепнейшая отделка всех элементов. Корпус из платины. Сферблат из фирменного материала Андерсона. 21-каратного голубого золота. Ручное гилье шеев. Булгари-дивы с украшенной марки 3 из натурального павлиньего пера. На маленькие часы потребовалось 24 натуральных пера. Циферблат Эрме создавался 5 лет. Здесь разноцветные шелковые нити сочетаются с эмалью. Птица состоит из 500 индивидуально собранных нитей. А на циферблате МБФ гравюра Эдди Жао на тему Романа Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». В часах от Вутилайнена интересны и отделка, и механизм. На циферблате гравюра подъемного моста Айриэл, что в портовом городе Дулут в Миннесоте. А внутри калибр Wing 8 с огромным колесом баланса и спиралью с двумя концевыми кривыми Philips и Grossman. Баланс работает сразу с двумя спусковыми колесами, импульс которых передается напрямую. Но безусловным фаворитом номинации являются часы от Louis Vuitton – Тамбур Carpe Diem. При нажатии кнопки на запястье оживает миниатюрный рисунок циферблата. Хвост змей показывает минуты. Голова отодвигается и открывает окошко с цифрой часа. Расцветает цветок, а опускающая челюсть открывает надпись. Итого четыре движущихся и весьма тяжелых элементов. Но что-то похожее было у одного из российских мастеров. Не находите? Маленькая стрелка. Прошлогодний набор мне понравился больше. Тогда победил Брайтлинг. Но теперь ни дайверских, ни летных часов марка уже не показывает. Сейка с репликой King Seiko 1965 года приз, скорее всего, не достанется. Трилоп всего за 9 тысяч франков предлагает необычную индикацию. Но тоже вряд ли. Карик тем более. Интересно, что на фото, на сайте и у часов, что были в музее Фаберже, прилично отличаются цвета. Компания говорит, что все часы делают на заказ. Возможно, секрет в этом. Луи Иерарх, если и дадут приз, то за какую-то другую модель. Остается Брайтлинг, созданный в сотрудничестве с одежным брендом. И керамический тьюдор. Здесь я бы выбрал Брайтлинг. Красиво. Челлендж. Самая тоскливая номинация. Интересный механизм у Сига. Здесь вращаются шкала, земля и диск между ними. Так что в любой момент вы можете видеть премия на всей планете. Фишка Anordian. Циферблат с очень тонкой эмалью. Но не скажу, что меня он сильно впечатлил. Докса. Просто приятный синий хронограф. Еще две компании. Два новичка. Не удосужились даже сделать толковое описание к своим моделям. Порадовал только Орис. Розовым цветом. Diver's 65 Cotton Candy. Сахарная вата. Мне кажется символичным, что список номинантов начинается и кончается сахаром. Видимо, нас ждет сладкая жизнь. И я обещал семь трендов, а назвал только шесть. Ловите последние. Часы – это не про время. Это шоу. Шоу, когда их показывают производители. Шоу, когда их носите вы. Или когда на них смотрите вы. Еще раз напоминаю. Копируйте из описания этого видео список номинантов. В каждой номинации удаляйте все названия брендов, кроме одного, который является вашим фаворитом. И ставьте в комментарии. Сделавшим правильный выбор достанется кружка от нашего канала. Кстати, вы можете сравнить шансы выиграть спортлото и угадать 14 победителей конкурса. Если угадавшего до 7.30 Москвы 4 ноября не появится, назначим троих наиболее близких. Приглашаю всех в четверг на просмотр трансляции награждений победителей. Как и в прошлом году, со мной будет Алексей Кутковой. Один из тех, чей голос влияет на решение. А пока еще раз вспоминаем модели номинантов. Сахарные и не только. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok